ПАНОПТИКУМ Екатерина, давай расскажем для тех, кто нас слушает и, возможно, не понял в моей подводке к нашему интервью, в чем разница между Хайллоуином и Самайном? Ну, во-первых, Самайн – это действительно религиозный праздник, праздник Колеса Года, праздник языческий. Давай отыщем, что такое Колесо Года. Просто мы говорим, это мы понимаем, как практики, что такое Колесо Года. Колесо Года – это праздники, которые посвящены определенным периодам в году, таким как они привязаны к земледелию, потому что все языческие народности были земледельческими и ознаменовывались определенными ритуалами, которые проводились в эти дни для того, чтобы урожай был, для того, чтобы на следующий год урожай был, подвести итоги, почтить предков, поблагодарить богов и так далее. То есть, собственно, Самайн – это завершающий праздник, когда собирался урожай, забивался скот, то есть, это последние дни перед тем, как войти в Новый год. И более того, это никогда не было особо веселым праздником. Почему? Потому что, в первую очередь, дальше начинался мрак. Все, зима близко, и там не было такого… И даже пиры на Самайн, которые проводились, они не были как гульбище, да, то есть, как вот сейчас, допустим, Холландия. Помины больше, что ли? Нет, это больше, ну, допустим, правители кельтских племен устраивали такую сходку, это сходка, да, то есть, это не… Самайн, в принципе, в одном из периодов является как сходка, да, сход, собор. Когда люди собирались на ночь, ночь нужно было продержаться, да, то есть, чтобы до дня простоять, вот, и они пировали, и, в принципе, там были даже какие-то такие… Не песнопения, а, допустим, музыка была, но как больше отпугнуть. Ритуалика. Да, да, да. И все, кто не попадал на эту сходку, оставался за пределами жилища, за пределами, собственно, того здания, где это все проходило, мог совершенно спокойно стать поживой для злых духов. А злые духи выходят в это время? Да, в это время как раз очень тонкая грань между миром живых и миром мертвых, потому что, в принципе, во всех языческих верованиях это такая некая лесенка, да, то есть, нижние миры, верхние миры и так далее. Окей, а история Хэллоуин – это отдельный все-таки праздник или Самаин? Совершенно отдельный. Они пересекаются просто в один день или нет? Вот тут нам разобраться надо. Смотри, Самаин изначально, да, то есть, он не был привязан к дате, он был привязан к лунному циклу, и его дата потом уже отфиксировалась где-то как перед ноябрем, потому что, опять же, тонкости периода и Самаин – это тоже и ноябрь в том числе, да, то есть перед ноябрем. Я понял. То есть, сейчас я хочу просто сконструировать так с предложением правильно, это вам будет звучать. В этот день происходят определенные вещи. Да, в этот день происходят. И подобные же вещи, а в описании Хэллоуина, День всех святых, когда тоже грань-то открывается, правильно? Это единственное пересечение. Вот. Это абсолютно единственное пересечение, про которое… И оно имеет место быть. Имеет место быть вообще, в принципе, это время. Вот. Вот мы разобрались. Это не праздники. Это не праздники, это пересечение. Это пересечение. Само время перед ноябрем – это время перед дикой охотой, время перед мраком, господством ночи, господством зимы и смерти как таковой. То есть, когда останавливается, замирает природа, в принципе, да? И когда Самайн, он был предверием этого времени, надо было подвести итоги, то Хэллоуин – это католический праздник, это даже сейчас уже больше светский праздник, где идет некая насмешка над этой смертью, то есть, как победить смерть с помощью смеха. Это совершенно разное понятие. Хэллоуин и Самайн – это справа и слева. Ну, если веселиться, смеяться над смертью в тот день, когда открыты границы, что можно схлопотать по ушам? Ну, мы сейчас к этому вернемся. Ну, как минимум. Плавно, как минимум. Ну, что ты можешь сказать о переодеваниях карнавальных? Может ли вот это астральное клише прилететь и отразиться на жизни человека? Допустим, я сейчас поясню нашим радиослушателям. Вы переодеваетесь прекрасно. Мне очень нравится персонаж Фредди Крюгер. И я изображаю вот в эту ночь, как я, ну, совершаю какие-то зверства маниакальные с людьми, пугаю, да, и на себя привлекаю смерть. Может ли это зафиксироваться в моем пространстве и прийти в будущее? Я бы сказала, что это скорее вывернет наизнанку твое непосредственное состояние. То есть, люди очень любят Хэллоуин, потому что есть внутренняя потребность быть чем-то. И вот она очень хорошо отражается. Ну, хорошо, отражается. Ну, поигрались мы, да, в смерть каких-то там, кто любит там Дракулу, кто любит чертей. Я не очень люблю вообще, в принципе, вот этот, как сказать, самая темная ночь перед рассветом, да. То есть, вот и смысл Хэллоуина – это как раз самая темная ночь перед рассветом, когда вылазят наружу все наши внутренние сущности. Так, вопрос-то в чем, извини, Катя, я буду допытываться, могут ли нас наказать те самые выходцы из того света, будем говорить прямо, за то, что мы играемся со смертью. Вот на себя лик смерти надели и побежали по городу, да, там кто по барам, по дискотепкам, кто-то дома устраивает, так называемые шабаши. Ну, здесь очень тонкая ситуация с религией. Давай так, если обращаться к католическому празднику, то нет, не может, потому что ты, вроде бы, как смерть победил. А если обращаться к языческим праздникам, то тебе, прости, год целый помогали возделывать землю, пожинать урожай, ты получил какой-то результат, и ты сейчас смеешься над теми, кто… То есть, по вере ваше и воздаст, собственно, как минимум, да? Ну, как минимум, да, как минимум. Друзья, мы уходим на рекламу, сразу после нее мы продолжаем обсуждать Хэллоуин и Самайн, как защититься в этот праздник с Екатериной Воропаевой на радиостанции «Мелодия». Мы живые, мы тебя слышим. Я помогу тебе, проси меня о помощи. Я знаю, что тебе нужно. Научись нас понимать, и все случится. Драгоценная суть и Екатерина Воропаева в «Паноптикум». Катя, вот сейчас, уходя на рекламу, мы обсуждали с тобой, что вот сейчас очень сильное время для того, чтобы помочь себе, да, защитить себя, свое окружение, и что не только Самайн 31 октября, вот этот вот, давайте я буду назвать этот день 31 октября, он очень сильный день, да, переходный. Есть дни, в которые начинается праздник, то бишь у нас есть 7 дней. Ну, вообще Самайн праздновался 7 дней. Он как раз праздновался 3 дня до непосредственно Самайна, пир в ночь на Самайн и 3 дня после. Собственно, это, этот период начинается с завтрашнего дня у нас. Да. Скажи, пожалуйста, что тебе ближе с традицией этой ночи? Ну, все-таки я к Самайну как-то ближе, нежели к Хэллоуину. Что именно, вот, что именно? А, ты про это? Да, я про это. Что ближе? Ну, в первую очередь, это поминовение предков, это почитание, принесение даров различных, да, то есть благодарение. Кому приносить дары? С теми силами, с которыми ты работаешь. Угу. Ну, хотя бы как бы завершение года, подведение итогов года, что еще может быть? Расхламление, убирание того, что твоя жизнь отработала. Ну, и, собственно, это время как раз ознаменовывалось именно жертвоприношением, то есть, естественно, это было заменено... Животными? Нет, нет, сейчас уже давно никто не животными не приносит. Нет, дарами природы, да, то есть это могли быть орехи, да, это могли быть орехи, яблоки, такие вот, которые по верованиям кельтов, они как раз олицетворяли связь с потусторонним миром. Я понял тебя. Тут такой вопрос. Наших радиослушателей, потому что большинство из них, это не практики все, это интересующиеся люди, это люди, которые себе хотят помочь и слушают нас еще за тем, чтобы мы дали какие-то рекомендации. Мы с тобой упомянули помин ушедших. Это делается именно 31 декабря, либо вот в эту неделю, завтрашнего дня, о, октября, извини, спасибо, что поправила. Всю неделю, то есть это вот как раз период, не обязательно, непосредственно в этот день, то есть в эту неделю, седмицу, да, в эти 7 дней, самая тонкая грань между мирами, поэтому в эту неделю, в принципе, если вы по своей вере обратитесь... По своей, к своему эгрегору, да, обратиться, сделать в традициях своей религии помины. Да, то есть это будет очень полезно и для рода, в том числе, и для восстановления связи с родом, что сейчас очень часто практикуется. Очень важно, потому что вот каждый второй человек, с которым вот я работаю, с родом приходит работать, да. Вот так вот я зашипел, вспомнил, что у меня оговорка была про 31 декабря, тоже непростой день, кстати, там начинается. Там уже есть, есть. Да, скажи, пожалуйста, какие-то советы ты можешь дать, исходя из того, с каким ты эгрегором работаешь? Ну, в первую очередь, я работаю с минералами, поэтому здесь взаимодействие практичнее именно через минералы. То есть очень хорошо медитация с... Медитацией. Медитацией, да, то есть, ну, в принципе, взаимодействие с минералами в этот период удобно, да, то есть, ну, в принципе, медитация – это как раз вот выход в полутрансовое состояние и выход вот в эту область той самой тонкой грани, да. Человек может, который не знает, как проводить свою медитацию, импровизировать для себя, создать свою медитацию? Пожалуйста. Это перед минералом делается? Он в руке? В руке. В руке. Что за минералы? Лучше всего янтарь. Что это дает? Как раз связь с родом и проработку рода. Да, янтарь – это же он такой. Да, он туда идет. В правой руке зажимается камень и медитируется, связь восстанавливается. Пожалуйста. О чем мы думаем? Куда мы уходим? От чего мы отключаемся в этот момент рекомендации в этой медитации? Мы отключаемся, в первую очередь, от суетного того, что происходит здесь. Здесь мы думаем о том, о чем хотели бы, что хотели бы завершить, что хотели бы начать в это время. То есть начинать не столько важно, сколько планы закинуть, хорошо бы это. То есть вообще в какую сторону вы собираетесь двигать? Соответственно, подумать о своих предках, о том, как… Поблагодарить, простить, принять. Ну, это вообще однозначно. Это однозначно первое, что нужно даже в жизни делать. Ну, давай так, это в принципе, изначально. Почитать, благодарить, принимать их такими, какие они есть, позволять им быть такими, какие они есть. Потому что, друзья, переводят, не прощая, не делая помины, даже при живых наших, товарищах, которые родные, все обиды, какие-то недоговоренности, в первую очередь, мы страдаем в первую очередь сами. Я говорился, я говорю еще раз, мы страдаем, мы ставим себе блоки, а потом мы думаем, почему у нас нет денег, почему у нас нет личной жизни, почему внутри не хватает сил для того, чтобы подняться утром. Друзья, нужно прорабатывать рот. Катя, прости, что перебил, но не мог я это не сказать. А скажи, вот эта медитация, каждый день необходимо делать лишнее? Вот, да, скажи, когда? Вообще, медитации с минералами делаются раз в 10 дней, то есть их, в принципе, чаще нельзя делать. А здесь как выбрать, вот в этот период? То есть выберите тот день, который вам больше всего откликается, где вы можете действительно побыть с собой, побыть наедине, чтобы вас никто не дергал. Но сейчас в условиях пандемии тут... Это проблема в условиях пандемии, когда тебе... Да, уединиться. И мысли, главное мысли отключить. Вот, тем не менее, нужно побыть с собой, выделить на это время. Сколько времени нужно? Это будет час. Час медитации в этот период, вот в эту седмицу, выберите, янтарь можно взять свой, домашний, но его нужно перед этим почистить? Нет. Не надо? Янтарь не надо. Сам он сбрасывается? Нет, янтарь сам не сбрасывается, чистить его очень сложно, поэтому почистить его не надо, вы в медитации прогоните через себя энергию, через янтарь он вычистится. Вы заодно посмотрите, что он уже натянул, то есть вам будет понятно, что в вашей жизни уже существует. А как это мы понимаем? В медитации это все увидится. Вот и все. Скажи, пожалуйста, как защитить свой дом? Хорошо, мы помедитировали, мы вышли из своего сознания в измененное час, выбрали время, поблагодарили род. Как дом защитить в этот период? Ну, в принципе, в период, даже зимой, да, то есть это не только Носомайн, но и вообще в период тьмы. Обычно, если мы говорим про минералы... Тьма начинается с 1 ноября у нас, Мара выходит. Да. Мара, друзья, это кельтское божество. Кто-то ее со смертью. Бог войны. На самом деле, это богиня битвы, войны, кружащая. Она прекрасная, я ее обожаю, я ее изучал, она вот... Да, в лице, в это, в олицетворении ворона. Но, тем не менее, это связь с потусторонним миром в любом случае, и действительно, чтобы защитить свой дом и сохранить в нем тепло, и пережить прекрасно зиму, без потерь, скажем так, ну, и в том числе не болеть. Очень хорошо, когда на окнах размещается Шерл, какой минерал, да, то есть это зеленый, простите, зеленый, оговорка по Фрейду, черный турмалин. Черный турмалин, именно. Черный турмалин, Шерл, да. Вот, очень хорошо работает Гагат в это время, он тоже... Гагат. Гагат, не Агат. Гагат, Гагат. Гагат, это такой родственник янтаря, который пришел родом из Грузии. Он очень хорошо связывает, опять же, рот, и рот на защиту ставит в этом случае. На каждое окно, на подоконниках. Оставляем вообще на весь период зимний? Ну, лучше, да. То есть, если вы работаете с минералами, с помещением, то на весь зимний период. Если у вас минералы разово где-то возникают, то есть в какой-то практике, то нужно после практики это убрать. После практики имеется в виду постсамайна, то есть когда вот эти 7 дней пройдут. И тем самым мы защитим и наполним дом благостной энергией. Нет, вы тем самым как раз защитите дом от внедрения. Ну, ничем не наполним, просто поставим стоп. А чтобы наполнить, да, а чтобы наполнить, уже будет хорошо работать горный хрусталь посредине комнаты, хорошо будет работать селенит, прекрасно очищает энергетику дома. В принципе, белые халцидоны тоже будут очень хорошо работать. Ну, вот из этого всего очень просто найти горный хрусталь. Ну, да, но селенит круче. Я у тебя понимаю. Скажи, пожалуйста, что ты не рекомендуешь делать в этот день и ночь 31 числа? Вот априори не делать для того, чтобы просто вот не делать, и, друзья, лишним не будет. Не тусоваться на улице. Ну, хотя бы без камней не тусоваться на улице. Без камней не тусоваться на улице. Эти же камни можно, то есть кроме селенита, а вот черные защитные камни, то есть это гагат, это шерл, можно использовать для защиты себя, если вам приспичило очень где-то... На улице выйти. А что мы можем встретить на улице-то в эту ночь? Вот этот переход, да, когда оно с грани-то открылось между мирами? Тут не вопрос в том, что встретить. Главное, чтобы вернуться. Все хорошо. Вот как ты сказала, ответила загадкой. Ну, опасность какая-то таится в твоем ответе. Ну, никто не знает, что ты встретишь. Те, кто встретил, не рассказали. Знаешь, у меня на днях задали вопрос, я был в Москве на съемках, и очень хотелось бы ответить, но здесь есть определенное правило магии, в которое нельзя открывать. И мне кажется, ты сейчас тоже что-то недоговариваешь, да, по своим каким-то причинам. Нет, на самом деле, просто я не встречала, будем так говорить. Давай так, ты встречал? Я каждый день их встречаю. Нет, я имею в виду то, что вылазит на Самайн. А. Ну, вот так. Я головой махнул радиослушателей, которые смотрят эту видеотрансляцию, увидели меня, наверное. А скажи, пожалуйста, можно ли у тебя проконсультироваться и приобрести какие-то обережные камни? Вот, допустим, завтра человек опомнился, говорит, да, я хочу идти сегодня темней, поработать на благо свое, помедитировать. Можно ли завтра тебя где-то найти? Сейчас большое сложно. Меня в городе можно найти, да, то есть я на месте, мастерская работает, никуда она не делась. Как и где? Ну, в первую очередь, через интернет с Манус можно связаться, это с Пушан собака. С Пушан? С Пушан, нижнее подчеркивание, шоп. Ну и, соответственно, Куколкина 7B, я на месте. Куколкина 7B в районе центрального рынка находится твоя студия. И, друзья, если... Можно же еще набрать в Инстаграм имя и фамилию Екатерина Воропаева? Наверное, да, не пробовала. В исковике ты появляешься, Катя, я проверял, конечно. Спасибо тебе большое, что ты давала такое прям исчерпывающее интервью, с тобой очень приятно находиться, и я прям сегодня кайфанул. Ты вот сегодня с каким-то камешком, да? Я с лавой. Лава. Что вот черная лава нам дает? Вычищает всю негативную энергетику. Вот ты пришла в нашу студию и почистила, и спасибо тебе большое, друзья. Пожалуйста. Будем ждать Екатерину Воропаеву, литерапевт, резидента нашей программы, в следующий раз с новыми темами. Всего хорошего, Екатерина, через мгновение, реклама, пауза и музыка с нами на связи из Москвы, Ольга Курацева, о встрече с подусторонним.